Добрый вечер! Информационная служба телерадокомпании Гомель протягивает свою работу в эфир и у студии. Для вас працует Евген Паблавец. Сегодня в Гомеле докладняли на керунке развития дошкольной и средней адукации. На передаче, запланованной на 27-го жнивне областной нарады педагогичных работников, для специалистов Голины организовали 9 систематичных секций. На их каждый мог выказать свой погляд на иснуючие в Голине проблемы. С пропановами наставников ознайомился Олег Синтеров. Необходности. Ось ознайомиться злевшими напрацовками, які у любых момент можно выкороцтать на практице, ніколи не поздно. Сирот 300-ту денег у педагогичных читаньев, керуньки и методисты отделов у адукации, установ дошкольного выхования, наставники, повогули подобные мероприемства перед областной жнивенской нарадой. На Гомельщине проводили и раней, але у іншем формате, той же вида конференции, наприклад. Все лето вы решили собрать у всех разом, так больше эффективно выращаются иснуючие проблемы. Не то, как на Гомельщине, и они были вельми значными, але працівать над чим єсть. Если рейтинг области по качеству образования достаточно высокий, в республике мы занимаем лидирующие позиции и входим в тройку лучших, и на ЦТ, и на Олимпиада, то конкретные школы, конкретные районы не срабатывают в этом направлении, и поэтому здесь нужно работать точечно. Далеко не все использованные резервы связаны с занятостью детей, с работой в субботний день, с организацией объединений по интересам кружков, работой с детьми-сиротами. Чарот выказанных зауваг – довольно значная копиясь помпезных мероприемств, яке, по словам самих наставников, проводится больше для картинки, и не оказывают ніякого остановчика уплыву на научальный процесс, певных корректировок под рабоя и учебная программа. Особливо, это тысяча замежных мов, где досконало выучают граматику, але не шмат, кто сдольный после заканчения установы на этой мове свободно размовлять. А про чатаго некто лечить иснуючие программы занадто складанными и користается подручниками советских часов, особливо по так званых докладных предметах. Физицы, цей математицы – особная размова про сейный подростовцы наставников, позиции областного управления эдукацией, их необходимо выучить на протягу всей работы. Урешче шмат, кто звольняется с посады по причине минавиты отсутствия необходимого в опыту и, как следствие, незапотребованности. Особливая увага – теме замыцования специалистов, хоть тут думки практически однодушные. Перш за все необходимо робить ставку на местовых уродженцев. Это позволяет снять ряд проблем. Проблема с жильем, проблема с адаптацией молодого специалиста. Когда человек приходит в свой коллектив, в свой родной район, когда рядом близкие, когда рядом родные, когда он может рассчитывать на помощь. Поэтому я думаю, что здесь это одна из задач, когда надо именно на педспециальности отправлять своих же учащихся. Усе пропановы, выказанные под час работы педагогичных секций по областным управлению эдукацией, обещаюсь уважливо проанализовать и вынести для обмеркования я еще раз. Уже на 27-го жнивня у Гомеля запланована областная нарада работников Голины с уделом керавництва в области и представников Министерства эдукации. Алик Синчаров, Евген Макеенко, телерадо «Компания Гомель». До речи, напереда дни нового навучального года в Украине стартует специальное комплексное мероприемство «Увага, дети». В приватности водители с 25-го жнивня по 5-го вересня повинны будуть у день ездить с заключенным близким светлом фар. В этот период сопрацовники милиции, педагоги и батьки объеднают свои намагания по захованию безопасности детей. Запланованы широк профилактических мероприемств. Конкурсы, викторыны и спортивно-навучальные занятки закликаны нагадать про необходность выконания дорожных правилов. Особливая увага будет нададена проведению тлумачальной работы с батьками. В Рохачеве завершается подрыхтовка до дня белорусского письменства. У давнейшие коммунальные дорожные службы приклали шмат намаганий, чтобы город покинул самые добрые уражения у гостей литературного свята. По первой дне выники их працы оценили наши корреспонденты. Масштабные работы закранули у весь город, працы и день на центральных улицах и при уезде у Рохачев. После ухода дня белорусского письменства будет отремонтована, реконструирована и доброго парадкована больше 40 объектов городской инфраструктуры. Основная наша нагрузка легла на центральный стадион и на нашу парковую зону. То место, которое станет основным местом встречи наших гостей на дне белорусской письменности. Рыхтуют город до свята коммунальные и дорожные службы, а так само будут внешние организации из разных районов в области. Дякуючи с уместным намаганием, город почал набывать новое обличие. У приватности шмат сделано по программе развития жилево-коммунальной господарки. Это капитальный ремонт с элементами утепления, доброго парадкования и озеленения территории. До того же были заменены амальуси водопроводные сетки. Их огульная протяглась склала около 12 километров. Были захвачены все дома. Центральная улица Нашаленина, улица Богатырева, это на въездных дорогах, город Рогачев, улица Кирова. Также ведутся работы по текущему ремонту жилых домов. При приезде гостей 3-4 сентября, я думаю, город преобразится. И кто ранее здесь был, восхитятся. Я думаю, не узнают его. Не глядя на то, чтобы давнейшие работы Ашипакуль не завершены, жихары города по вартости оценили взробленные за опошние месяцы. Мы, конечно, очень счастливы в городе, что у нас пройдет такой праздник, что нам выпала честь принимать гостей. Город преображается. Он становится совершенно другим, прекрасным. Ну, еще идут, конечно, подготовительные работы, но уже видны результаты этого труда. Тут без сомнений, упройдя незабывное святое, которое подарит усим гостям шмат приемных эмоций. А обновленный город будет удалейшим радовать своих же хоров и гостей. Дмитрий Котов, Вероника Ворошильна, Ялген Макеенко, телеродовая компания «Гомель» Зрагачевского района. Потримка института семьи – одна из приоритетных задач социально ориентованной державы, особливо, когда размовы идет о шмат-детной семье. Простые рецепты. Доброчинный проект с такой назвой – один из яскравых прикладов этому. С подробностями Катярины Жданович. Реализация доброчинного проекта «Простые рецепты» отбылась по инициативе Гомельской областной организации Белорусского союза женщин суместно с Гомельским комбинатом школьного харчевания. У приоритете организатора – употрымка шмат-детных семья у региона. Люди идут от жизни, от общения с людьми, от желания творить хорошее, доброе. Мы хотели сделать такой теплый душевный семейный праздник, чтобы те семьи, которые сегодня придут к нам на мастер-класс, поделились своими простыми рецептами своего счастья, своего семейного счастья, счастья воспитания детей. Проект отримался не просто партнерским, а ли и международным, да и формат довольно незвычайный. Итальянский бизнесмен Джорджа Парола, який больше за шесть годов проживая у Гомеля, стал удельником кулинарного майстер-класса и поделился своим рецептом приготовления итальянской пасты. У якости помощниц по кухне шмат-детные мать из Гомеля. Макароны твердых гатунков, помидоры, черри, алюковы, алей и базилик – довольно простые ингредиенты, однако для смачной стравы только этого недостатково. Если человек готовит с удовольствием, и для тех людей, которые он любит и уважает, все будет вкусно. У якостей запрошенных на свято шесть шмат-детных семью, у каждой из которых от четырех до семи детей. И они и оценивали на смак приготованную пасту. А ли головная не страва, а справа. И кали размова про доброченные проекты для детей, национальность ниякой роли не играет. Белоруссия – это люди. Это хорошие, добрые, гостеприимные, адекватные, умные люди. И это самый большой плюс, и это самые большие преимущества, которые имеет страна. Что касается отношений Италии к Белоруссии, можно сказать, что она один из самых плотных и теплых, которые вообще есть. На переды дни навучального года будущие першоклассники отрымали школьные портфели и подарунки от партнеров проекта. У свою чаргу дельники свято подяковали организаторам творчими номерами и поделились простыми рецептами своего семейного счастья. Да, все очень вкусно, нам понравилось. Большая семья – это не тягость, а наоборот – опора. И когда в государстве большие семьи, то и государство крепче становится, потому что семья – это само по себе государство. У организатора есть надея на то, что этот доброчный проект отрымает протяг, бо головная мета была досягнута добрые эмоции и счастливые вотчие детей. Катерина Жданович, Сергей Лукашук, Дмитрий Радзянко, телерадиокампания «Гомель». У «Гомеля» все большую популярность набирают квесты. А зараз каждый ожидающий может выбрать гульню такого формата на свой густ. Недавно гомельские прихильники «Квеструма» смогли оценить новые отшивания и на час проходжения гульни перенестися в эпоху середневечия. Ну что, друзья, 14 век, средневековье, и вы оказались в плену у священной инквизиции. Минавито так начинается сценарий нового квеста, який недавно открылся у «Гомеля». На этот раз прихильником головоломок организаторы пропонуют подороже у середневечия. А чуть атмосферу можно с первых хвилин. Это наш уже второй квест в городе «Гомель», в «Гомель», в «Гомель» он называется. И мы очень гордимся, что он получился в таком виде, в котором он есть. Мы очень много времени потратили на его строительство. Если те, кто уже был у нас на заражении, придут сюда, они увидят, какой огромный шаг мы сделали, как и сценаристы, как и строители, как реквизиторы. Переодолить усе пирожкоды, разгадать коды, открыть замки и выротовать сяброу. На усе дается ровно одна година. У одрознений от компьютерной версии, у живых квестов эмоции и отчувания соправдные. Самое главное их преимущество в том, что это происходит в реальности. То есть с вами вы не сидите дома, в квартире, за компьютером, а вы сами являетесь главным героем нашей истории. То есть вы вживую проходите, вы вживую испытываете на себе. То есть это вплоть до запахов, каких-то звуков, ощущений, которые с вами происходят. Это все происходит вживую. Это самое главное преимущество. Поспробовать свои сдольности уже в их квестах может каждый, ожидающий. Минимальная колькость удельников – три человеки. Как обещают организаторы, новые уражения и добрый настрой гарантованные. Александр Лупиненко, Дмитрий Радзянко, Михаил Рабко, телерадио «Компания Гомель». Головно олимпийское досягнение Гомельской области безумовно серебряная медаль у боротьбы, який завоевала Мария Мамашук. Наша спортсменка Урея-де-Жанейро достатково упыненно обышла у всех соперниц, заступивши только в финале – японцей Рысака Кавайи. Она вернулась у Гомель, и наша здымашняя группа сразу заветала, да и е у гостя. Миновата у этой новобудовли зараз дымае кватеру серебряный призер олимпийских гульня у Рада-Жанейро Мария Мамашук. Кватера довольно маленькая, однако до этого три года Мария прожила у заводском интернате. Многие местовые жахари навыд и не догадываются, что в этой стенах заховывается серебряный медаль Рада-Жанейро. Специальную полицию, правда, для головного спортивного трофея Мария еще не отвела. Усе ровно каждый день приходится кому-нибудь демонстровать. Виншевание от шматликих сябров и знакомых начали поступать еще у Рыя и протягиваются до Гэтуль. А сама Мария только сейчас начинает разуметь, какой спортивный подвиг здесь нела. Не утуевая, ехала у Рыя за перемогой, однако на всю дистанцию я ее не хотела. Финал, конечно, огорчительный и для меня, и для тренера. Позорный финал, это грубое, может быть, слово, но оно так и есть. Это мое мнение, и мне стыдно и перед тренером, перед своим, что за такой финал, что я не смогла показать большего, большую борьбу показать, это больше того, что я могу. Я знаю, что я могу больше, но, значит, где-то в какой-то, наверное, японка была сильнее меня и опережала меня, наверное, больше тактически может. Не хапила и язвычной худкости, не удалось и навязать свою борьбу. С японкой Мария ранее у бои сустракалася, однако у Рея-де-Жанера отчувался прогресс, якого добилась и соперница. Особистый тренер Марии Сергей Смаль у свой час так само завоевал сребро Олимпиады. И Мария упра золота для своей в учанице. Тренер был очень злой. Я просто с ковра сразу вылетела, как пошла, даже не забирала свои вещи, ничего. Потом, естественно, сразу слезы, обидно стало, досадно очень. Вот он психанул, что-то там говорил, я просто не слышала, что-то там с Олегом Яковлевичем, главный тренер команды. Вот он что-то мне там сказал, и потом обнял меня, поздравляю со вторым местом, все, и ушел. В той самый бой Мария поколь не глядела. И признается, что я еще месяц-два не буду. Потом, коли крыду на себе пройдет, треба буде проанализовать выступление и зарабить работу над помылками. Бо наступная мета для Марии – зну олимпийский медаль. Токио уже золотый. Естественно, конечно, Токио ждет нас обязательно. Я хочу еще. Ну, естественно, как Бог даст вообще, как здоровье будет позволять. Мало ли, что мы такие люди, что ничего не застраховано, что будет завтра, мы не знаем. А так в планах, да, в планах еще одна олимпиада, как минимум еще одна. Зараз месяц надпочинок. Мария Марить Прамора. А после снова тренировки, подрыхток до чемпионата у свету и Европы. Починается новый олимпийский цикл. Вольга Вальченко, Дмитрий Радянко, телерадио «Компания Гомель». Я пошла. Глядите завтра на телеканале «Беларусь-3» шарговое передвыборное выступление кандидату у депутаты платы представников национального схода Республики Беларусь шостого скликания. С 19.01 до 19.25 у эфиры выступление кандидату по Полесской окрузе номер 43. С 19.25 до 19.45 до выборщиков звернутся кандидаты по Мазырской окрузе номер 42. Нагадаем выступление выйдут и у эфир на телеканале «Беларусь-3». На этом выпуск завершенный. У студии працывал Яген Паблавец. Усяго доброго и до встречи в эфире.